Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем с вами из ангара на несколько каточек Объект 263. Перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить всех, кто не является подписчиком моего канала, пожалуйста, оформите подписочку. Я буду вам очень сильно благодарен, прям благодарность вот сюда вот в ангар не поместится. Ну а вам эта подписка ровным счетом ничего не стоит, но позволит вам видеть то, что я выкладываю новые видосы, собираюсь проводить стримы, возможно вам это будет интересно, а я очень даже таки уверен, что вам будет интересно, в частности на стримах в том числе. Спасибо вам большое за благовременно. Что же касается данного Объектика 263, скажу следующее. Все технические характеристики мы рассматривать как обычно не будем, мы посмотрим исключительно на его орудие и мы выкатимся в бой там, где заценим все остальные его характеристики в виде бронирования, посмотрим танкует, не танкует, прилетает, не прилетает и прилетает, но куда. Мы посмотрим на подвижность, мы посмотрим на сведение, на разброс, ну в общем все вот эти вот нюансы. Обсудим только шотно характеристики данного орудия. Шотные характеристики у нас следующие, 460 единиц альфы, кто-то скажет маловато, но ребят при скорости перезарядки 7,7 секунды, то есть меньше 8 секунд, я бы сказал, что данный урон вполне комфортный и достаточен. Да и тем более с плюсиком того, что бронепробитие у базового снаряда составляет 300 единиц, а подкалиберными 330, то в принципе пробивать в бою вы можете практически всех и гораздо больше куда, чем многие другие ваши союзники. Что касается урона в минуту, 3000 округляем, 600 единиц урона для ПТшки 10 уровня, ну очень хорошая циферка. Вопрос в другом, вопрос в том, что минусами данного орудия являются следующие. Минус 4 вниз, это вот, ну вот просто мрак, то есть отыгрывать вообще ни от каких вы неровностей не сможете, то есть вам придется использовать данную ПТшку исключительно на ровных поверхностях. И соответственно вам необходимо будет, даже если вы играете где-то на холмистой какой-то местности, выкатываться на холм. И если надо вам стрелять по тем, которые подступают к вашему холму или горе, соответственно еще и вываливаться за пределы. Ну и соответственно выставляться под обстрел вашими врагами. Второй минус данного орудия заключается в том, что у него, поскольку нет у нас поворотной башни рубки, соответственно у вас, вот когда вы вот так вот стоите, да, там начинаете куда-то целиться, вам необходимо будет постоянно доводить ваше орудие непосредственно корпусом. Да, ну подвижность в принципе в этом отношении есть, сейчас заценим в бою, но сам факт остается фактом. А минус в чем? Да в том, что когда вы вот так вот стоите, вот в такой прямой проекции, то танчик для большинства игроков 10 уровня является красного цвета и очень мало мест, куда можно нормально, спокойно выцелить данную ПТшку, особенно на каком-то плюс-минус расстоянии. И когда вы начинаете за кем-то охотиться и доворачивать ПТшечку куда-нибудь в сторону, то соответственно вы начинаете поворачивать, поворачивать и где-то с вот такой вот проекцией, а может даже и меньше. Вот это вот вся часть, ну вот это однозначно, вот это чуть меньше, но когда чуть больше доворачиваетесь, короче говоря, потом превращаетесь просто в такого вот зеленого, я бы сказал, халка огромного, в которого не попасть, ну прям совсем надо постараться. Ну что касается кормы, то здесь тоже есть вопрос, она крайне мягкая, вообще просто пустотелая, сюда залетает полностью все. Ребят, честно говоря, не помню, врать не буду, по-моему вот этот ковшик ровным счетом ничего не дает, по-моему это просто дорисовано для красоты. Если это не так и вы в этом уверены, напишите пожалуйста в комментариях под видео, я вам буду очень благодарен, дабы не вводить в заблуждение игроков, которые не имеют данной ПТшки, ну и смотрят это видео для того, чтобы определиться, нужна она, нет. Ну и соответственно, будут ли они ее себе выкачивать и хотят ли они этого. Хотелось бы сразу еще также обозначить перед тем, как закатимся в бой, что у меня не выкачан в 100% экипаж на данной ПТшке. Многие начнут меня возможно хейтить в комментариях к данному видео, мол типа, да ты ее выкатай сначала в 100% экипажа, а потом уже рассказывай, что что-то в ней там играется плохо. И что-то там как-то не получается, потому что на 100% экипаже она прям типа вообще заиграет всеми красками. Давайте посмотрим, 100% экипаж, что он нам даст? Он нам даст радиус обзора на 14 метров больше, ну не обращаем внимания. Урон в минуту увеличится, окей, хорошо, потому что увеличится время перезарядки, здесь тоже согласен. Вот обратите внимание, время сведения и разброс. Время сведения особо не улучшится, всего лишь на 0,2 и разброс на 100 метров уменьшится тоже, я бы сказал, не сильно существенно. Да, скорость поворота корпуса еще добавится, но в принципе и так, его достаточно, сейчас мы это заценим. Проходимость по грунтам тоже немножко улучшится, но я бы не сказал, что прям там вот на какие-то там бешеные показатели. Поэтому со своей стороны, со всей ответственностью могу сказать, что да, когда вы выкачаете в 100% экипаж, безусловно ПТшка начнет играться лучше. Но сказать, что она будет играться лучше там, ну скажем, в 2 раза, абсолютно нет. Ну, не получится такого. Да, чуть-чуть лучше в чем-то, где-то как-то. Вот и все. Поэтому я думаю, что не стоит сейчас казнить меня за отсутствие 100% экипажа. Давайте заценим ее в таком виде, в котором вы получите ее, если выкачаете, ну и соответственно не потратите сразу косарь голды на то, чтобы получить 100% экипаж, а будете выкатывать ее до 100% экипажа своими собственными руками. Но я надеюсь, не натирая мозольчиков на пальцах, потому как ПТшка, в принципе, от вас этого, скорее всего, и не потребует. Итак, погнали в бой, посмотрим, что она может. Итак, ребятки, пока мы закатываемся в бой, хочу еще обозначить следующие нюансы по данной ПТшке. Как я уже сказал, у нее очень хорошее бронирование с морды. Минусом данной ПТшки, лично для меня, ребят, высказываю исключительно субъективное мнение, является, по моему скромному ощущению, исключительно косоватая пушка. Сейчас объясню, в чем она косая. Но вернемся к самой ПТшке. Изначально мы должны были с вами посмотреть на то, насколько она является динамичной в игре в отношении передвижения по карте. Смотрите, по местности, по неровной местности ПТшка идет довольно упрямо, но довольно хорошо. Я не могу сказать, что она прям тугая на разгон или слишком медленно тащится. Едет она вполне нормально, вполне уверенно. Поворотики вправо-влево у нее, ну, очень хорошие, как для ПТшки. То есть, в принципе, то, что я говорил, что придется подруливать немножечко непосредственно самим корпусом для того, чтобы доворачивать пушечку. Но, как бы, да, такая потребность у данной ПТшки есть, но сделать это абсолютно не сложно. Что касается орудия. Сведение у орудия довольно долговатое. Я не могу сказать, что оно прям комфортное. Безусловно, это не ФВ-4005, у которой сведение прям просто бомбическое. И скорость полета снаряда, кстати, обратите внимание, тоже не является мега какой-то. То есть, получается, необходимо с очень большим опережением выдавать свой шот. А вот точность у данной Пушки, ну, оставляет желать лучшего. Как сейчас показала нам вафелька, в которую мы целились, мы, в принципе, с какого-либо другого орудия могли эту вафельку забрать. Но у нас не получилось, потому что снаряд прошел просто в неизвестном направлении. Сейчас стреляем, снаряд заходит. И вот то, что я вам говорил. Как только вы становитесь к врагам не лицом, в вас сразу начинают шотить. И шотить начинают довольно неплохо. Включим ремочку, попытаемся перекатиться. Надеюсь, что мы сейчас не отхватим еще и бочинку в процессе перекатки. Но факт остается фактом. Орудие, я бы не сказал, что оно является крайне комфортным для игры на каких-то дальних расстояниях. Вот, получается, в лицо не прилетело, а сбоку бьют, ну, прям только так. Спереди прилетело, но это спереди прилетело не только что. Спереди прилетало нам, когда мы вот так вот стояли, да, то есть, ну, полубоком. И вот как раз нас сюда и пробили. А только что нам прилетело исключительно в нижний бронелист. И об этом я изначально говорил в ангаре. Короче говоря, сейчас быстренько досмотрим бой и закатимся в следующую катку. Дальше дообсудим эту машинку. Итак, ребятки, закончился наш бой поражением. Мы сейчас посмотрим на результативность данного танчика. И дальше несколько нюансов. 1300 единиц урона для этой ПТшки, ну, вообще ни о чем. Дело в том, что применял я сейчас эту ПТшку не совсем грамотно. И моя вам рекомендация, не пытайтесь играть ее как ПТшку для снайперинга. Она для этого абсолютно не подходит, потому что скорости полета снаряда у нее нормальной нет. И, соответственно, мало того, нет точности. Иногда эта пушечка, даже не так, не иногда, в 70% случаев стрельбы на дальних расстояниях, эта пушка гатит куда попало. То есть, вроде бы и танк у вас полностью в прицеле, но поверьте, снаряд именно этой пушки почему-то находит только красные зоны. Для чего же эту ПТшку лучше использовать? Я очень люблю, когда забрасывает на этой ПТшке в бой куда-нибудь, ну, в городской простор. Там, где есть дома, там, где есть узкие улочки, по которым вы можете просочиться вместе со своими союзниками и продавить направление. Вот там ей цены нет, потому что по бокам простреливать в таком случае ее просто некому. Все враги находятся впереди, перед ней, но и, соответственно, она имеет возможность своей броней танковать. И поверьте, в выборе между вами и другими союзниками вашими, которые будут стоять перед вами, ваши враги будут выцеливать в первую очередь тех, кто стоит перед вами. Они не будут пытаться прицелиться непосредственно в вашу тушу. Потому что сразу, как только они будут включать прицел, они будут видеть перед собой красного врага и местами зеленых врагов, которые стоят впереди вас. Ну и, соответственно, на кого будет падать выбор. Безусловно, не в вашу пользу. Что же касается вот таких вот карт, на которых приходится отыгрывать на каком-то дальнем расстоянии, то данная ПТшечка, ну, она не сильно для этого комфортная. Сведение, как я уже сказал, не очень хорошее, ну и, соответственно, вам не будет получаться на ней нормально отыгрывать так, чтобы где-то от холмов, ну, в общем, ни УВНов, ни сведения, ни точности полета снаряда на вот таких расстояниях очень даже неплохо получается. Так, я на только сосредоточен был на том, чтобы попытаться что-то сделать полезное сейчас, что на секунду замолчал, но, думаю, оно того стоило. Итак, вот сейчас мы выкатимся на вафельку, и если вафелька нам позволит показать, то не скатись я вниз, соответственно, шотнуть по вафельке я бы не смог. А что теперь ей с тобой делать, она даже сама не знает, потому что в прицеле я для нее, ну, тупо красный. Поэтому моя рекомендация, выходите на какие-нибудь такие расстояния по отношению к врагам, при которых они не смогут нормально вас выцеливать по бокам, и, соответственно, будут вынуждены шотить вас исключительно в морду. А в морду пробить эту ПТ-шку довольно сложновато. Итак, ребятки, я думаю, что все, что можно было сказать о данной машинке, я сказал. Все, что можно было о ней показать, я показал. Если у вас остаются какие-либо вопросы в отношении данной ПТ, я с удовольствием попытаюсь на них ответить. Обязательно выкачайте себе эту ПТ-шку, если вы выкачали себе уже что-нибудь другое. Эта ПТ-шка явно не танчик, который необходимо качать первым. Это танчик, который необходимо качать третьим, четвертым. Ну, в общем, тогда, когда у вас уже есть много чего, и вы просто хотите чего-нибудь новенького. Ну, вот как-то приблизительно так. Не повернись я сейчас боком, я думаю, что шансы мои были бы гораздо больше, но еще раз покажу. Выцеливают в этой ПТ-шке исключительно нижний бронелист, потому что все, что выше нижнего бронелиста, оно просто практически не по зубам противнику. Поэтому, если есть возможность где-нибудь на ровной местности спрятать свой нижний бронелист и, соответственно, отыгрывать вот этой верхней частью, поверьте, ваши шансы на успех, они, ну, сразу становятся в разы лучше. А не подставлять бока, ну, вообще красота. Вот вам результат нашей игры. Мы отыграли, в принципе, ну, не очень бодренько, но своих 3250 урона мы нанесли и заняли первое место по урону в команде. В принципе, если бы сейчас была победа, то нас бы довольно неплохо наградили опытом, ну, а мы бы насладились фактом нашей победы. Поражение в данном случае показывает, в любом случае, насколько хороша эта ПТ-шка, если не играть ее в снайперинге, а играть ее на средних дистанциях с поддержкой ваших союзников. На данный момент у меня все. Если она вам понравилась, качайте. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если у вас есть уточнения, обязательно пишите в комментариях. Мы обязательно с вами все это обсудим. Ну, а ребята, которые будут смотреть видео и читать ваши комментарии к данному видео, смогут для себя получить дополнительную информацию, ну, и, соответственно, пищу для ума. А на данный момент я с вами прощаюсь. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, я вам буду очень благодарен. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы ничего не пропускать. Ну, короче говоря, ребят, вы знаете, что вам делать. Всего хорошего, мирово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова